Афган В 1984 году американцы начали поставлять стингеры, это противорезнительные ракетные комплексы, ну, по самолетам и вертолетам. И очень стало много потерь среди нашей армейской авиации и большой тактической авиации. Это самолеты начали, как говорится, подбивать вертолетов. Очень много, я даже не вспоминаю цифру, в течение года больше 200 летательных аппаратов крупных были уничтожены стингерами в тот период времени. Он отдан приказ ввести в Афганистан войска специального назначения, для того, чтобы борьбы непосредственно с караванами, когда снабжались непосредственно этими зенитными комплексами стингер в Афганистан. И были выведены туда как раз вот наша бригада, 22-я и 15-я бригада туда. И вот они были размещены. Мы находились практически в горных условиях, на высоте практически 2-х тысяч метров, получается, 2720 метров. Наш отряд находился на высоте, над уровнем моря. Когда я туда даже прибыл, это последний момент, даже немножко кислорода не хватало. Беготня, суета вроде, бегаешь, бегаешь, здоровый, 30 с небольшим лет, парень вроде, и задыхаешься. Ну, кислорода не хватало, а так все нормально. И вот в связи с этим были введены войска специального назначения туда, отряды по борьбе непосредственно с бандформированием и именно караванными путями, где снабжались непосредственно вот этим оружием и боеприпасами, и стингерами. И мы как раз вот в 1987 году был не гласный, а может даже гласный приказ, кто первый найдет стингер или возьмет стингер, тот получает герой Советского Союза. И вот перед моим прибытием непосредственно в пункт постоянной дислокации в Афганистан, наш отряд, наш отряд в январе месяце как раз взял стингер. Вот, в январе месяце. Вот, ребята, и можно даже пример привести, что вот как раз в 30-летие вывода войска Афганистана, 15 февраля я тоже был в Москве, в Кремле, там моему товарищу, хорошему, вот Ковтун Володе, он был тогда замкомандир роты второй, который я командовал после того, когда уже, он уже ушел практически, мы там немножко вместе были. Вот, он один из первых, он еще Сергеев был, майор Сергеев, он зам по боевой был, Евгений. Вот, они взяли стингеры, два стингера. Направление было известно, я как раз попал в 22-ю бригаду, вот, которая находилась в Лошкаргахе, вот, по направлению туда. Нас отправили туда, в Лошкаргах, представили командиру бригады, был полковник Герасимов, вот, командиром бригады, и меня распределили в отдельный, 186-й отдельный отряд специального назначения, который находился в Шахжо и провинции Заболь. Это от Кандагара где-то, если так разобраться, как мы в Афганистане, на пределе летишь, когда на предел, это, значит, самая низкая высота, там, 10-15 метров, это высота от земли, там, 50 минут. А если максимально, там, поднимались до 3000 метров, то получается, проделать где-то полтора часа. Ну, а мы там на пределе осмотровую группу. И через неделю я уже, это, был уже на своей точке, Шахжо и провинция Заболь, 186-й отдельный отряд специального назначения, а там он назывался, как говорится, замаскированный немножко, как говорится, был назывался 7-й мотострелковый батальон. Мы сталкивались с обыкновенными, кажется, и крестьянами, деканами, как говорится, которые работали на своих полях, которые в кишлаках находились, и, как говорится, пастухи и прочее. Обыкновенно нормальные люди, неплохие люди были, но все равно в душе у каждого человека, как говорится, в любой стране какой-то чужак находится, он считается чужаком, никуда от этого не денешься. Но они осознали это уже потом, потому что Россия пришла, и Советский Союз тогда туда пришел. Мы же там и строили, мы там и лечили, и учили, и делали очень много хороших дел. Кто ли это молодой зовет? И тот друг, что не дошел до дома, И стрекочет по ночам пулемет. Прописался он в подкорке надолго. С чувством, с одной стороны, и боли, и с другой стороны, может, даже немножко и радости. Радость заключается в том, что вроде вернулся нормально, все тихо, спокойно, а с горестью, потому что многие мои друзья там остались еще. Но не остались они, которые, говорят, погибли, получается. У меня очень тяжелое воспоминание. Это как раз идет 31 октября. Вот это как раз группа Олега Анищика, тоже герой Советского Союза. Он был заместителем моей роты, они там приняли бой и так далее. Я не люблю это рассказывать и стараюсь этого не говорить. Просто это тоже есть тяжелые моменты в жизни, которые лучше не вспоминать. Есть моменты в жизни те, когда вертолет подбили, на котором я был. Слава Богу, что он не взорвался. Это тоже такой момент благословляет. Даже это, скорее всего, я считаю, что и Бог есть. Поэтому многие, что военные, они все верят практически в Бога. Никуда от этого не денешься. Потому что всегда, когда в трудную минуту, когда начинается что-то такое тяжелое, опасное, ты не к кому-то обращаешься, обращаешься именно к нему. И иногда даже получается так, как ты просишь. Поэтому воспоминания, которые есть, они веселые, жизнерадостные. Но всегда забываются плохое, всегда остаются у человека добрые, хорошие. И во мне больше доброты. Я просто хочу сказать, те люди, которые воевали, которые видели смерть, видели или слышали свист пуль, это люди становятся намного добрее. Они оценивают эту ситуацию жизненную, что такое жизнь. И понимают немножко по-другому это. А люди, которые немножко не видели этого, ну, как-то на авось к этому относятся, а пройдет, не пройдет. Поэтому те, которые побывали на войне, это намного благороднее люди, чем те, которые этого не ощущают. Не забыть нам Афган, Чирикар, Файзабад и Хост. Не забыть Кандагар, ох, да смертушки, да по ГОСТу. Не забыть, но и не вернуть этих лет опаленных зноем. Остается лишь помянуть третьим тостом погибших. Стой! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова